Рекорды страны на телерадиоканале Страна ФМ Если вам понравится какой-то рекорд И вы прям почувствуете в себе силу, что можете его переплюнуть То нужно отправляться на сайт Книг рекордов России.ру И там заполнить нехитрую анкетку Очень важный есть нюанс Что должно у вас быть гражданство Российской Федерации Да, это немаловажный факт Но плюс ко всему, сегодня в этом часе мы разыграем еще и кепку От телерадиоканала Страна ФМ Обязательно будет у нас небольшая викторина Дождитесь Что еще? Ну у нас сегодня много рекордов И вот нынешних, и рекорды прошлых лет Обо всех самых ярких, самых интересных, самых крутых расскажем Давай, Лер, наверное, пробежимся, да? Давай, пробежимся Рекорд самое долгое вращение баскетбольного мяча На очках, надетых на человека Не только расскажем, но и покажем специальное видео Все это можно будет увидеть уже буквально через 3-4 минуты Также будет у нас ФМХ прыжок с движущегося На наибольшей высоте от земли трамплина На движущиеся приземления Установленное в кузове самого большого в мире Самосвала БелАЗ 75710 Вау! Действительно самая круто Не каталась когда-нибудь на БелАЗе? Никогда Попросите, а прокатит очень удивительно Я катался Круто? Очень более чем И также мы расскажем, ну плюс ко всему О рекорде, на который тоже можно будет посмотреть Самое массовое синхронное выступление Мажоретоков в России Мне вот, например, нужно узнать, что такое мажорет А вот мы дойдем до этого, ближе к финалу И там узнаем И все, ты обязательно об этом узнаешь Ну и что касается кепки, друзья Вам нужно держать всю программу ушки на макушке Потому что, так сказать, по поводу освоенного материала Будет задан вопрос Да, будет какой-то рекорд специфический И, собственно, вот его и касаться будет наш вопрос Еще раз напомню, что победитель нашей небольшой викторины Получит кепку от телерадиоканала Страна.ФМ Ну, собственно, у нас уже все готово Мы готовы приступить к своим непосредственным обязанностям Итак, в этом часе рекорды страны Совсем скоро все начнется, друзья, дождитесь Итак, книга рекордов России Телерадиоканал Страна.ФМ Представляет вам рубрику Рекорды страны И начнем с того рекорда, который мы уже заявили Самое долгое вращение баскетбольного мяча Внимание, на очках, надетых на человека Результат, сразу скажу, 42 секунды Но вообще дольше, мне кажется, трудно себе вообразить Рекордсменом стал Ильян Капитан Есть у него, знаешь, такой никнейм Skystar Небесная звезда Из города Санкт-Петербурга Дата фиксации рекорда 1 ноября 2017 года То есть вот-вот Буквально в начале месяца Ну, месяца еще не прошло практически Рекордсмену 29 лет Изначально он пришел в секцию баскетбола А там встретил ребят, которые практиковали Баскетбольный фристайл, так называется Занимается этим уже 2012 год Мечтает оказаться в книге рекордов Гиннесса Ну, а книгу рекордов России он покорил уже Между прочим, в пятый раз Ну, что, я предлагаю прямо сейчас на этого мужчину С никнеймом Skystar Взглянуть и оценить Да, и так все это называется Самое долгое вращение баскетбольного мяча На очках, надеток на человека Давайте посмотрим, как все это было Поехали Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Так, ну вот, собственно, Илья в очках Он красавчик Кто нас не видит, он нас слушает Прямо сейчас, значит, на солнцезащитные очки Он как-то поставил крутящийся, вращающийся мяч И мяч не падает Слушай, потрясающе Интересно, и у нас Бляр с тобой Увалился бы через три секунды практически Мы еще бы не покалечились Это в лучшем случае Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Знаю А с 2008 года в Москве и в Санкт-Петербурге Проводились первые фристайл-баттлы Локального масштаба Вот такая небольшая предыстория Ну и друзья, чтобы побить этот рекорд Вам необходимо вращать баскетбольный мяч На дужке очков не менее 46 секунд И если вы на такое способны, я вами искренне восхищена Потому что мы с Кутузовым даже не претендуем А вообще вот с одной стороны думаешь Ну что такое 46 секунд? Ну капли практически Даже минуты нет А вы попробуйте, друзья Наденьте очки Они будут длится бесконечно Поставьте на них вращающийся баскетбольный мяч И ничего у вас скорее всего не получится Или получится 2-3 секунд Ничего у вас скорее всего не получится Ну потрясающий рекорд, интересный и прикольный Веселенький такой Илья, ты молодец, так и знаете Да, скоро мы продолжим Будьте со страной фэн Слушайте, вот олигарх нам не нужен Нам нужен человек, который нас всех прокатит на Белайзе Потому что тут Влад Кутузов так разрекламировал эту машину Он прямо говорит, ну вообще сказка Ребята, у кого есть Велас, срочно приезжайте Вот есть очередь Я, Дон Серебряков Мы хотим кататься Да-да-да Итак, друзья, продолжаем знакомить вас С самыми потрясающими рекордами Зафиксированные в нашей стране И сейчас очередной из них Расскажешь про него? Да Давай FMX Это, я так понимаю, вид прыжка с мотоцикла Мотоцикл для мотокросса В общем, FMX прыжок с движущегося На наибольшей высоте от земли трамплина На движущиеся приземления Установленное в кузове Самого большого в мире Самосвала БелАЗ 75710 Ну и сделал это все великолепие Владимир Ярыгин Высота трамплина 8,75 метров Высота приземления 10,5 метров И длина прыжка 14,5 метров Потрясающе Итак, вот, в общем, герой этого момента У нас Владимир Ярыгин Давайте прямо сейчас посмотрим Как он все это делал Мне кажется, это будет очень и очень интересно Итак, друзья, внимание на экраны Ну, а мы будем комментировать все это дело Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Так, что у вас происходит? Зафиксированный рекорд был, между прочим, 23 января 2017 года То есть в начале этого года Может быть, вот в начале следующего года Еще как-нибудь удачно прыгнет, да? Смотри, Владимир подходит к Белазу Но вот я уточню, что Белаз 75710 Самый большой в мире самосвал Грузоподъемности 450 тонн Слушай, это что-то нереальное Высота его 8, там, с лишним метров Длина 20 метров Ширина почти 10 метров Масса самого автомобиля 360 тонн Никогда не поднимайте Белаз У вас все равно ничего не получится, друзья Да, да, даже не подходите к нему Владимир, вот он сейчас на мотоцикле Как раз разгоняется потихонечку Сейчас будет прыгать А Белаз в то время двигается, да? Я так понял А, он с движущегося Белаза прыгает На движущийся Слушай, Владимир, какой вы смелый человек Все сложнее эту тему Зимой все это происходило Так Вот, 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 вот Он поехал Прыжок Слушай, высоко он, кстати Ты смотри, он еще там кувыркается как-то И вот сейчас самый такой страшный момент вообще Приземляется Метр Полметра Есть! Слушай, здорово, действительно Уникальная штука Слушай, как страшно Это просто жутко Но это великолепно Смотреть на это, ну, вот захватывает дыхание Ну что, Владимир Ерыгин Молодец! Рекорды страны На телерадиоканале Страна ФМ Ну вот тут говорят, что в обычных условиях ФМХ прыжки выполняются на статичном оборудовании Владимир стал первым райдером Совершившим прыжок на своем байке Не просто на самую крупную карьерную технику Но, что самое главное С движущейся конструкцией Как мы уже говорили Действие происходило в зимнее время На байк пришлось установить шипы с шинами Вернее, шины с шипами Конечно Логично На сегодняшний день в мире насчитывается Важный момент Единицы среди профессионалов Мотофристайла Которые прыгают на шипованной резине То есть это вдвойне сложно Ну и самое важное Что Владимир, естественно, не пришел Увидел, победил Он готовился несколько месяцев К этому прыжку И, как мы видим Все вот просто Без задоринки прошло Прям раз Да, друзья, еще один важный момент Вы тоже можете побить рекорд Для этого вам надо совершить Подобный прыжок с трамплина Высотой, внимание 9 метров 62 сантиметра Ох, мы вас верим, конечно Но, самое главное Репетируйте, берегите здоровье И ко всему подходить так прагматично В общем, берите байк, шипуйте его И вперед Вам удачи Удачи Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ И еще раз всем доброе утро Это телерадиоканал Страна.ФМ Здесь Влад Кутузов Валерия Майорова Мы продолжаем Нашу понедельничную рубрику Рекорды страны, конечно Которая совместно Проходит с Книгой рекордов России Рассказываем о самых крутых рекордах В начале этого часа Мы задавались вопросом Что же, вернее Кто же такие мажоретки И погуглили Сейчас вам расскажем Все подробненько Ну, давай для начала Рекорд провозгласим Да, рекорд называется Следующим образом Самое массовое Синхронное выступление Мажореток в России Количество участниц 158 человек Организатор Федерация Баттон, Тверлинга И мажореток Вот есть такая, оказывается Председатель Ирина Выцеховская Реквизиты Соответственно Которые принимали участие Реквизиты, которые принимали участие Ну, пусть будет так Это барабан, баттон и флаг Все это происходило Слушай, я все время батон хочу прочитать Нет, баттон так правильно В Тверской области Город Кимры 4 июня 2016 года Был установлен этот рекорд Слушайте, ну давайте смотреть на них А я все к тому Что такие красивые и стройные девчонки Не могут есть баттон У них только баттон Слушай, а вот сейчас все и увидят Кто это есть на самом деле Давайте посмотрим Рекорды страны На телерадиоканале Страна ФМ Ну вот, собственно, и сам рекорд Вот эти мажоретки Красотки невероятные Да, девчонки красивые Длинноногие в коротких юбках И в подобии военной формы Которые обычно принимают участие в парадах Вот они в барабан бьют Смотри, как у них все синхронно, красиво Рукой тренер машет И каждая группа начинает выполнять свое упражнение Слушай, я каждый понедельник поражаюсь Каких только рекордов не существует в мире вообще Ой, классный И в нашей стране в том числе Ну здорово, здорово Рекорды страны На телерадиоканале Страна ФМ Так вот, Валерий, та штука, которую называешь баттоном Баттон! На самом деле баттон — это стержень с двумя наконечниками Им жонглирует, демонстрирует ловкость рук И отличную координацию Ну вот эта вот штука, да? Ну я поняла тебя, да? Согласно правилам А он все время должен находиться в движении То есть если он в статичном варианте То это уже не то совершенно Недарная дисциплина называется Баттон-тверлинг То есть вертеть-крутить Ну и вот видишь, тут нам тоже дают Определение мажореток Девушки в военной или подобной форме Участницы парадов Вот и то, что они часто выступают в коротких юбках И это прекрасно Даже в определении прописано, представляете? Носят на голове они кивер Со страусиными перьями В руках баттоны Или барабаны Обычно идут с военным оркестром И отбивают ритм Красавица Я все время понимаю, что майор думает о еде Когда говорят батон Друзья, вы тоже Ну девочки, в первую очередь Вы можете побить этот рекорд Для этого вам необходимо Чтобы количество выступающих Было не менее 174 человек Мы верим вас Ну и естественно с баттонами Со всеми этими делами Ну даже если с баттонами Тоже можете побить Какой-то рекорд Люди с баттонами Да, если вы соберетесь В количестве 174 человек И все это проделаете Может быть об вас Мы расскажем уже в следующий понедельник Кто знает Ну а сейчас ненадолго прервемся И вернемся к вам обязательно Ну и сейчас мы вплотную подходим К тому моменту Когда мы будем разыгрывать Подарок Кепку Телерадиоканал Страна ФМ Друзья, и так Внимательно слушайте наш вопрос Касается он, конечно, рекордов нашей страны И что, давайте вопрос Давайте, давайте Итак, вопрос следующий, друзья Крупнейший остров в России Занесенный в книгу рекордов нашей страны Называется Предлагаем вашему вниманию Три варианта ответа Русский И Туруп Или Сахалин Итак, крупнейший остров в России Занесенный в книгу рекордов нашей страны Называется Русский И Туруп Или Сахалин Я предлагаю, что Пятый, кто нам правильно ответит Получит от нас эксклюзивную кепку С логотипом Телерадиоканала Страна ФМ А куда писать Спросите вы И мы вам ответим 8909-928-1-89-9 И еще разочек Плюс 7909-928-1-89-9 Пятый, правильно ответивший Получит от телерадиоканала Страна ФМ Кепку Слушай, давай еще раз напомним Крупнейший остров в России Занесенный в книгу рекордов нашей страны Называется Русский И Туруп Или Сахалин Все, пишите, ждем И продолжаем тем временем Самые маленькие игральные карты в мире Размер карт 6,3 На 8,8 миллиметров Количество карт в колоде 55 А это правильное количество карт? 55? Ну, если полные, то да Я просто давно не играл, не знаю Рекордсмен Анатолий Коненко И его сын Станислав Коненко В Омске в 2001 году Они такую красоту сотворили Да, кстати, карты в 100 раз меньше классического образца То есть пистолети Вот обычные стандартные карты, да А это в 100 раз меньше Вообще Я даже не представляю, как их разглядеть, да В пьяницу не собираешь Зато его в руках удобно прятать, понимаешь Раз, и всю колоду убрал Еще один рекорд, о котором мы успеем вам рассказать Самое длительное... О, хороший рекорд Самое длительное время пребывания на доске с гвоздями В положении стоя Это наказали кого-то И Дмитрий Хара, так зовут рекордсмен Он из города Санкт-Петербург Простоял в таком положении на доске с гвоздями 11 часов, 11 минут и 11 секунд Мало того, 11-го, 11-го 2017-го он установил этот рекорд Вот прям 11, это его счастливое число Прямо все сложилось То есть где-то вот парочку недель назад Но, кстати, вот напишут, что Дмитрий хотел показать этим рекордам Что возможности безграничны Что правда, если научиться не слушать свой ум, а контролировать его Очень важный момент Что в любой болевой или дискомфортной ситуации Скрыт мощнейший потенциал человеческой энергии То есть нашей с вами Что каждая маленькая победа над обстоятельствами и внутренними разговорами Дает колоссальный фундамент для еще больших «Я могу» Дмитрий, вот мы вами восхищены Вы как Брюсли практически, только из Санкт-Петербурга О котором мы сегодня тоже говорили Кстати, друзья, еще раз напомним Плюс 7, 909, 928, 1, 89, 9 Ближайшие 15 минут ждем правильного ответа на вопрос Крупнейший остров в России, занесенный в книгу рекордов нашей страны Называется «Русский и Туруп» или «Сахалин» Пятый правильно ответивший получит прекрасную эксклюзивную кепочку От страны ФМ Все, совершенно верно, ждем ваших ответов В конце эфира наградим победителя эксклюзивной кепкой Друзья, совсем скоро, буквально через минуточку подведем итоги нашей сегодняшней викторины Победитель, напомним, получит кепку Фирменную от телерадиоканала «Страна ФМ» Но прежде еще об одном рекорде Итак, сеанс одновременной игры в шахматы Но не просто шахматы, а на наибольшей глубине под землей Обалдеть! В пещере, глубина пещеры 42 метра Сеанс на 16 досках провела международный гроссмейстер Татьяна Васильевич Все это было в пещере Мраморная Так она называется, находится в Крыму На нижнем плато горного массива Чаттердак Дат проведения 13 июня 2014 года Ну и сообщим о том, что Татьяна Васильевич Мастер спорт международного класса по шахматы Международный гроссмейстер Гроссмейстер среди женщин Международный мастер среди мужчин Ну и сейчас прям я предлагаю напомнить наш вопрос Давай-ка Вопрос был следующий Так, секундочку, Валерия, надо предупреждать Крупнейший остров России, занесенный в Книгу рекордов нашей страны Называется как? Был три варианта ответа Русский и Туруп или Сахалин И пришло к нам пятым по счету с восклицательным знаком Сахалин Написало сообщение Олесь, чей номер заканчивается на 4619 Олесь, мы вас поздравляем прямо сейчас Вам достается эксклюзивная кепка с логотипом телерадиоканала «Страна.ФМ» Нигде ее не купить, ее можно выиграть только здесь у нас в прямом эфире Да, ну и справедливости радио, им надо сообщить о том, что крупнейший остров в России – это Сахалин, конечно же Занесенный в Книгу рекордов нашей страны Его площадь 76 660 квадратных метров Огромная территория Это больше, чем территории Бельгии и Дании вместе взятые А, слышали там в Европе? Длина острова составляет 948 километров Но если посмотреть прямо сейчас на карту России, то можно увидеть рыбу в очертаниях Сахалин Ну все это прекрасно видели со школьной скамьей Я не помню Ты не замечал меня? Реально? А у меня по географии было пятерка Ничего у тебя не было по географии При этом Сахалинская область – единственный остров Ты пропускал, мне кажется, единственная островная область в России – Сахалинская область Но и по времени на 7 часов обгоняет Москву То есть у нас, допустим, уже ближе к 11, а у них, соответственно, ближе к 6 часам вечера Слушай, я поймала себя на мысли, что уже в конце программы Единственное слово, которое я могу из себя выдавить – это «Обалдеть!» Потому что, ну, рекорды страны вот так вот меня сильно впечатляют Что? Представляешь, вот так пролетел час, а нужно закругляться? Да что там час, Валерий? Четыре пролетели практически Никто не считает, да Друзья, если вы тоже захотите установить рекорд и прославиться на всю страну Прямо сейчас заходите на сайт книгарекордовроссии.ру Заполняйте там нехитрую анкетку в разделе «Установить рекорд» И обязательные условия регистрации и наличие российского гражданства Потому что книга рекордов России – все логично Может быть, вы станете следующим героем нашей программы? Да, пожалуйста, всем удачи, мужества и выдержки Участвуйте, устанавливайте рекорды и, возможно, вы станете участником Ну, а каждый понедельник с 10 до 11 утра, как вот сегодня Посмотрите и слушайте рекорды страны на телерадиоканале «Страна.ФМ» Все эти 4 часа с вами были Влад Кутузов И Валерия Майорова А в самое ближайшее время здесь появится Юлия Егорова и Роман Шахов Передаю им слово «Вас любим», целуем До завтра в 7 утра, будем здесь как штык Классного вам, веселого понедельника Всем пока и счастливо! Счастливо! Рекорды страны На телерадиоканале «Страна.ФМ»